КНАУФ – это комплексное решение для любых помещений. Это комфортный дом для каждого члена семьи. Уют в доме начинается с КНАУФ. Московский «Спартак» на вывеске матча – это всегда повышенное внимание. Спортсменов, специалистов, болельщиков. И вовсе не важно, на каком месте в турнирной таблице народная команда. Поддержка в каждом городе ей обеспечена. Вот и на этот раз фанатов красно-белых было почти столько же, сколько и у сыктывкарцев. Причем большинство из них – активисты местных проспортаковских движений. И временами гостевой сектор даже перекрикивал своих оппонентов. Хотя сам матч и хозяева и гости начали осторожно. Временами даже чересчур. Новая генерация больше владела мечом, но свободных зон красно-белые практически не оставляли. Дело шло к тому, кто первым допустит ошибку. И ее допустили гости. Загороднев поборолся на фланге, отобрал мяч и вывел Агеева на рандеву с Салаховым. Остальное уже было делом техники. 1-0. Тренер, прежде всего, он настраивал на то, что новая генерация, у них одно очко, и то, что они будут выходить, в принципе, на каждую группу, на последний бой, ну, за то, что они домашняя арена у них, за счет этого, что будет очень тяжело. Мы готовились на то, что будет очень тяжелая игра. Ну, в принципе, смотрелись неплохо, но, опять же, эти невынужденные ошибки, за счет этого, я думаю, что мы проиграли. Спартаковцы резко прибавили и даже в одном из эпизодов попали в штангу, но футболисты новой генерации к такому развитию событий оказались готовы. Все попытки сравнять счет удачно пресекали. При этом вполне успешно контратакую. Впрочем, новичок Суперлиги выстоял. 1-0. Грозным оружием Спартака – это у них контратака, поэтому мы изначально строили игру, чтобы лишить соперника вот этих контратак, чтобы не было у них возможности выбегать в контратаке. Где-то мы даже игру упростили, я попросил не рисковать, поэтому где-то был более длинный розыгрыш, но, тем не менее, ребята выдерживали эту линию и, самое главное, сыграли дисциплинированно. На второй тайм команды вышли, что называется, с открытым забралом. Атаки сменяли одна другую, больше в этом неожиданно преуспели гости. Зинченко четко завершил четырехходовку красно-белых, а Лаверде от Сыктывкарцев тоже пришло с фланга. Практически идентичную Спартаковской комбинацию завершил Соколов. А спустя минуту Виктор Прокушев, благодаря настойчивости Мариньо, увеличил разрыв в счете. 3-1. Я не могу сказать, что ребята не старались, не хотели или не было настроя. Наоборот, мы знали, что будет возможность сравнять счет и потом играть по счету. То, что нам удалось во втором тайме это сделать, но, к сожалению, потом не хватило терпения, не хватило сил, не хватило эмоций и ответственности. В таких моментах, когда нужно перебороть вот эти стрессовые ситуации, которые создаются в игре. А тем более в той ситуации, в которой оказался соперник после прошедших туров. Сократить отставание красно-белым помогли сами сыктывкарцы. Александр Симуков бросился за безнадежным мячом, потерял позицию и в итоге спартаковцы спокойно реализовали выход 3-1. Мяч на счету Телегина. Впрочем, уже спустя несколько секунд новая генерация восстановила статус-кво. Павел Соколов буквально выгрыз мяч у защитников красно-белых и пробил таки Салахова. Мяч предательски медленно пересек линию ворот. Для нас, если честно, очень сложные игры, когда против нас играют в позиционной обороне, встречают их середины, очень низко. И для нас это не то что новшество, но для нас почему-то сложно складываются такие матчи. Мы словно скрываем такую оборону. Но дай бог, сегодня получилось, что мы выиграли и реализовали свои моменты. Это главное. Спартаковцы сняли вратаря и все оставшееся время играли в большинстве, но выгоду для себя не извлекли. В итоге 4-2. Первый в истории противостояния матч между новой генерацией и Спартаком остался за сыктывкарцами. Впрочем, выяснение отношений с красно-белыми на этом не заканчивается. Очень скоро команды вновь выйдут на сыктывкарский паркет. Теперь уже в борьбе за Кубок России. Максим Васильев, специально для Ассоциации Минифутбола России, Сыктывкар. Продолжение следует...